Студия АТВ представляет многосерийный художественный фильм об одном из четырёх выдающихся имамов Масхаба, имама Аш-Шафии. Шестая серия К тебе приходило несколько человек, Шафии, прося фетву, но не нашли тебя. Хвала Аллаху, который избавил меня от того, что я не хочу, мама. Не хочешь помогать людям узнать их религию? Я не хочу говорить, я не знаю и не хочу издавать фетву без знаний. После всего, что ты изучил, ты говоришь без знаний? Знания подобны глубокому морю, мама, и я только коснулся ногами берега. Я взял у учёных Мекки то, что у них есть, и мне осталось узнать то, что у других. Ты думаешь об отъезде из Мекки, о Шафии? Знаешь, мама, я хотел бы пойти в светлейшую Медину, чтобы взять знания у автора Муатта, Малика ибн Анаса, имама города Хиджри. Я не буду запрещать тебе ехать туда, куда ты пожелаешь, сын мой. Мама, как мне необходим шейх, учитель? Так иди к имаму Малику, как ты хочешь. Светлейшая Медина не так далека от Мекки. Имам Малик тот, кто очень далеко, мама. Он как звезда. До тебя доходит его свет, но ты не достигаешь его. О, мой сын, я не понимаю, что ты хочешь сказать. Имам Малик, как я слышал, мама, точно расписывает свою жизнь. И я не думаю, что у него будет время для подобного мне, чтобы я мог учиться у него. Если кто-нибудь, знающий тебя, поговорит с ним о тебе, может быть, он примет тебя радушно? Разве нет среди ученых Мекки того, кто с ним близко знаком и мог бы поговорить с ним о тебе? Я не знаю, мама. Аллах найдет выход для тебя. Если будет на то его воля. Я приготовила тебе еду. Ты можешь поесть сейчас и подождать, пока я вернусь. Куда ты идешь, мама? Меня позвал судья Мекки, чтобы я свидетельствовала в деле о воре, которого поймали передо мной. Но откуда он узнал, что это ты видела? Моя соседка, которая поймала вора, упомянула меня, и он захотел услышать мое свидетельство. Это твой долг, мама. Всевышний говорит. Истину говорит Аллах. Всего доброго. Да храни тебя, Аллах, мама, именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Скажи мне, что случилось? Позволь мне вспомнить вместе с соседкой, которая поймала вора. Скажи мне то, что знаешь. Велик знающий, даже ангелы сказали Господу миров. Пречистый, мы знаем только то, чему ты научил нас. Ты не уважаешь заседание суда. Я прихожу запереть тебя. Я не хотела этого. Я всего лишь хотела вспомнить. Позволь мне поговорить с ней, прежде чем услышать мое свидетельство. Да не будет это сговором между вами. Это не сговор, а повиновение Всевышнему Аллаху. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями. И если одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Истину сказал Аллах. Я ошибся и плохо подумал о тебе. Судья позволил мне посоветоваться с соседкой, прежде чем я дам показания. Обращение к истине лучше, чем пребывание во лжи. Он очень сожалел о том, что произошло, и попросил меня остаться после окончания суда, чтобы извиниться передо мной. И спросил меня, откуда у меня эти знания. И я рассказала ему о тебе. Я сказала, меня обучил мой сын. Да простит меня Всевышний Аллах. И я также упомянула о том, что ты учишься у Ибн Халида Аззинжи, и хотел бы окончить обучение у Малика в Медине. Он знает имама Малика? Нет, он не знает его, но у него хорошее отношение с наместником Медины. И он дал мне рекомендательное письмо к имаму Малику. Вот оно. Свят Аллах. Устраивает дела и управляет судьбами до тех пор, пока не произойдет то, что он пожелал и предопределил. Творящий, что пожелает, велик он и свят. Что с тобой, сын мой? Почему ты страшишься встречи с мамой Маликом? Халифы считаются с ним мамой. Так что же я? Как только он увидит тебя, обрадуется встречи с тобой. Вот увидишь, Шафи. Мама, имам Малик не знает меня и никогда не слышал обо мне. Судья Мекки и наместник Медины рекомендовали тебя ему. И когда ты заговоришь с ним, он поразится твоим знанием. Я уверена в этом. Какие знания есть у меня по сравнению с тем, что у него? Разве ты не видел Ибн Халита Азинжи, а он наиболее знающий из ученых Мекки? Как он хвалил тебя и просил дать фетву людям там, где не мог дать фетву он сам? Мама, я не хочу напрасно мечтать. И не хочу подняться в своем заблуждении, а потом упасть в реальность. Не полетела птица и не поднялась в небо, не упав так же, как поднялась. Ты увидишь, Шафи, я у мой сына, как тебя встретит Малик? О, Аллах! Мир вам и милость Аллаха! И вам мир, милость Аллаха! Это дом имама Малика ибн Анаса? Да. А что тебе нужно? Я хочу увидеться с имамом. Кто ты? Мухаммад ибн Адрис Аш-Шафи. Я прибыл к нему из Мекки. Подожди. Мой господин приветствует тебя и говорит, если у тебя есть вопрос, то задай его письменно, и тебе придет ответ. А если ты пришел за хадисом, то тебе нужно прийти в назначенное время в мечеть пророка. Юноша, юноша, подожди. Передай имаму Малику, что у меня с собой письмо от наместника Медины по важному вопросу, и что я хочу встретиться с ним по этому поводу. Подожди. Мир тебе, милость и благословение Аллаха. И тебе мир, милость и благословение Аллаха. По какому поводу ты хотел встретиться со мной? Это письмо от наместника Медины объяснит тебе, в чем дело. Это курайшитский юноша Мухаммад Ибн Идрис Аш-Шафии. Он благовоспитан, обладает большими познаниями и хочет окончить свое обучение у вас. Его хвалил Кадий Мекки и попросил меня порекомендовать его вам. Надеюсь, что вы не отвергнете нашей просьбы. Да простит меня Аллах! Да простит меня Аллах! Учение пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Теперь получают через посредников. Нет у меня ничего для тебя, о юноше. Послушай меня, имам. Я прошел большой путь, чтобы увидеться с тобой. Не уделишь ли ты мне несколько секунд? Говори коротко, чего ты хочешь. Имам, я выучил наизусть книгу Аллаха и твою книгу Муатта и не жажду ничего, кроме получения знаний от тебя. И поэтому ты обращаешься к посредникам и заступникам. Я хотел получить возможность поговорить с тобой. То, что ты обратился к посредникам, не в твою пользу, а против тебя. И это даст тебе не больше, чем другим. Если ты хочешь послушать меня, то на моих уроках есть место для тебя, так же, как и для других. И это все, что у меня есть для тебя. Что ты сделал, Шафи? Послушал его, как и другие, и не нашел возможности поговорить с ним. Разве в Медине нет других учителей, чтобы ты мог найти то, что ищешь у них? Мама, знания берутся у великих ученых. Я присутствовал на его уроке, слушая его, и ощутил такое величие, которое никогда не ощущал. Но ведь ты пошел на его собрание, чтобы побеседовать с ним и подискутировать, а не только послушать его урок. Многие из его учеников мечтают об этом, но не могут. Хвала Аллаху! Мы потеряли восемь дней на путешествии из Нейки в Медину. И если бы ты нашел то, что искал? Они не потеряны, мама. Я закончил чтение Корана больше, чем один раз в течение пути. И мне будет награда за то, что отправился на поиски знаний. Воистину, ангелы опускают свои крылья перед ищущим знания, радуясь тому, что он делает. Сколько мы пробудем в светлейшей Медине? Разве ты не хочешь остаться здесь, мама? Как я могу не хотеть остаться в светлейшей Медине по соседству с посланником Аллаха? Да благословит его Аллах и приветствует. Да благословит его Аллах и да приветствует. Меня беспокоит только то, что ты не нашел то, что искал у имама Малика. Я подожду некоторое время, и если не найду то, что искал, отправлюсь в Багдад. К последователям имама Абу-Ханифы. Или отправлюсь в Египет, а то у меня такое сильное желание увидеться с Лайсом Ибн Саадом. Передано от Умара Ибн Аль-Хаттаба, он сказал, любая женщина, которая потеряла своего мужа и не знает, где он находится, должна подождать 4 года. И срок Идды 4 месяца и 10 дней. И после этого она свободна. Вместе с этим рассказом от Умара Ибн Аль-Хаттаба и взятыми из Муватта от сподвижников мы получим 85 рассказов. То есть 107 имамов, 84 мужчины и 23 женщины. Кто ты такой? Чтобы поправлять то, что я говорю о моей книге Муватта. Я сосчитал их сам в Муватта и нашел 107 пересказов от сподвижников и 48 от последователей сподвижников. Будь почтителем юноши и не поправляй имамы. Встань, уходи отсюда и не возвращайся сюда. Пересказчики все из жителей Медины, кроме Семирых. Выйди отсюда, нет тебе места среди нас. Оставьте его, оставьте. Парень не ошибся. Передатчиков было столько, сколько он говорит, но я удалил несколько хадисов 5 дней назад. Ты не расскажешь мне, имам, почему ты их удалил, чтобы я исправил то, что у меня? Кто ты, юноша, и кто тебе сообщил столько всего о Муватта? Я Мухаммад ибн Идрис Аш-Шафи. Я выучил наизусть всю твою книгу Муватта. Аш-Шафи? Я слышал это имя раньше. Я тот, кто приходил к тебе домой несколько недель тому назад. И со мной было письмо с рекомендациями к тебе от наместника Медины. Как же ты не нуждался в посредниках? Твои знания, твои рекомендации, сын мой. Если ты хочешь, выйдешь со мной после окончания урока. Я сообщу тебе о том, что удалил и добавил в Муватта. Свят Аллах! Несколько недель назад я стоял перед дверью этого дома, и я не смог ступить ни один шаг внутрь. И вот, я вхожу в него со всем радушием вместе с хозяином. Я не знал, что у тебя столько знаний, и что ты жаждешь их приумножить. Я увидел, благодарен обладатель знаний, даже если родители его подлецы. И если бы не знания, не были бы счастливы люди. И неизвестно было бы, не дозволенное, не запретное. Чьи это стихи? Мои, имам. Но я не говорю стихи, кроме как для того, чтобы подстегнуть людей к богобоязненности и добронравию. Я думаю, что тебе нужно поесть. Я не голоден, имам. Мне нужно поесть, и я надеюсь, что ты разделишь со мной трапезу. Прости меня за то, как я поступил, когда мы встретились с тобой впервые. Где твои бумаги, чтобы исправить то, что в них? Я не ношу с собой книги. Бумаги у меня в голове. Что бы я ни делал, я не забываю об этом впоследствии. Хвала Аллаху. Как это прекрасно. Что бы я ни услышал или прочитал, я помню это. Тебя ждут великие дела. Только если я найду того, кто возьмет меня за руку и направит на путь. И я не замедлюсь этим в шафии. Как радует учителя, если найдется тот, кто знает и распространяет его учения. А сейчас я принесу тебе последнее из того, что я убавил и прибавил в моем мувата. Аллах исполнил для тебя то, что ты хотел, шафии. Ты стал одним из приближенных к имаму Малику. И не расстаешься с ним ни днем, ни ночью. Ох, мама! Это то, что радует меня и в то же время причиняет мне боль. Почему, сын? Меня радует то, что я нашел у него знаний больше, чем я ожидал. А что же причиняет тебе боль, сынок? То, как он живет. Он с трудом находит пропитание для себя и своих детей. Как это, сынок? Ведь на его уроках в мечети пророка приходящим не хватает места. Большинство из них не знает его положение. Незнающий человек считает, что он богат. Из-за его воздержанности. А меньшинство знают, но не осмеливаются предлагать ему помощь, которую имам Малик все равно не примет. Он придерживается сунны пророка, салли Аллаху алейхи вассалам, принимая подарки и не принимая милостыни. А как можно отличить милостыню от подарка? Подарок мама получают от равного себе, а милостыню от того, с кем ничего не связывает. Я так хотела бы, сынок, чтобы у нас было что-нибудь, что можно подарить ему. Его друг Лайс из Египта время от времени отправляет ему деньги. Но меня занимает другое мама. Я должен назначить другое время для своих визитов, не во время трапезы. Он настаивает на том, чтобы я поел, а я боюсь отказать, чтобы не оскорбить его. Тебе не повредит, если ты поешь немного то, что он тебе предлагает. Что я не могу сделать, это положить в рот еду в то время, когда слышу крик его детей, просящих еду и не находящих ее. Аллах увеличивает удел и ограничивает удел, кому пожелает. Более других удостоен хлопот из создания Аллаха, деятельный человек, страдающий от жизни в нужде. Доведите до землевладельцев, чтобы они давали земли в аренду по цене, соответствующей их селениям, чтобы землепользователь мог получить пользу, оправдывающую его труды. Больше никто не берет и не дает землю в аренду. Но почему, Салим? Лайс Ибн Саад отказывает в этом. Такое отношение имеет к этому Лайс. Я наместник Египта, и я это разрешаю. Да. Ты наместник Египта, и тебя назначил халиф Махди. Но делами управляет Лайс Ибн Саад. Предупреждаю, не переходи границы, Салим. Я всего лишь повторяю то, о чем говорят в Египте. Нет силы и мощи, кроме у Аллаха. Салим. Лайс – благородный ученый. Не пытайся испортить отношения между ним и наместником. Да простит меня Аллах. Да простит меня Аллах. Люди видят, что ты бываешь у него дома каждый день. И поэтому он пользуется этим, чтобы распространить среди людей то, что ты будто бы ничего не делаешь без его приказа. Салим, я хожу к нему, чтобы говорить о стихах, а что касается правления, то к этому он не имеет никакого отношения. Если дело обстоит так, почему он запрещает людям арендовать землю, тогда как ты разрешил им это? Правда? То, что он против того, что наместник считает правильным. Имам Лайс не против господин наместник. Он всего лишь говорит на своих собраниях в мечети Аль-Фустад, что землевладелец должен сам обрабатывать свою землю или совместно с кем-нибудь и разделить урожай между собой и рабочим. А аренду он считает неразрешенной в шариате Аллаха. Имам Малик ибн Анас в хиджаде считает дозволенным арендование земли, и многие другие ученые придерживаются этого же мнения. Лайс ибн Саад считает себя умнее других ученых в управлении делами людей. Такое право есть только у наместника, и никто не может разделять с ним это право. Наместник? Лайс говорит, что он отказался от правления, когда ему предложили. И поэтому наместником стал ты. И также он говорит, что халиф Махди приказывает наместникам Египта прислушиваться к нему и следовать его указаниям. Его охватило высокомерие после того, как он увидел, что народ толпится возле него. Он полагается на свое чрезмерное богатство, которое позволяет ему покупать преданность народа с помощью милостынь и благословений. О, люди! Будьте доброжелательны к человеку. Вы слишком плохо думаете о нем. Он не заслуживает этого, мой господин правитель. Лайс – благородный ученый, богобоязненный, благочестивый, великодушный и щедрый. Щедрый? Щедрый потому, что его земли изобилуют урожаем. Да простит тебя Аллах, Салим. Я не согласен с ним, мой господин правитель, и не утверждаю обратное. Мы должны послушать его доводы. Его доводы? Доводы? У него нет иных доводов, кроме высокомерия и упрямства. Давайте позовем его к нам, господин правитель. Или мы пойдем к нему, поговорим с ним о том, что он считает правильным. А-а-а, вот чего он добивается. Ты хочешь, чтобы наместник пошел к нему домой? Чтобы он приказал ему, что делать? Я не пойду к нему, и он не придет к нам. Я пошлю к нему. Пусть прекратит свои фетвы, или у меня с ним будет другой разговор. Это правильно, Ибн Абдуль-Хакам. Но наместник отправил ко мне, чтобы я отказался от фетвы о запрете об аренде земли. Почему ты не придерживаешься мнения твоего друга Малика, который разрешает арендование земель? Малик мой друг, но я не согласен с ним. Обработка земли является основой земледелия в шариате, потому что она гарантирует справедливость, ведь количество урожая не ограничено, и оно колеблется в зависимости от многих обстоятельств. Разделение урожая между земледельцем и сеятелем гарантирует, что между ними не будет несправедливости. Наместник считает, что арендование земли во благо, а то, что во благо, то из признаков шариата. Как это? Аренда земли за определенную плату и гарантия того, что не будет несправедливости по отношению к землевладельцу и к сеятелю, если вдруг урожая будет больше или меньше. Обработка земли в таком случае на благо общества. В таком случае сходи к наместнику и поговори с ним. Может, ты переубедишь его, или он тебя. Я не пойду к нему, Ибн Абдульхакам. Ученые не ходят к наместникам. Это наместники должны ходить к ученым. Если ты упорно стоишь на своем, то хотя бы перестань издавать фетву. Не перестану, Ибн Абдульхакам. Всевышний говорит в своей священной книге «Истинно сказал Аллах». Я буду с тобой откровением. Наместник считает твои фетви о запрете аренды земли вызовом против него. Это его дело. Что касается меня, то я не буду скрывать знания, которыми возвеличил меня Аллах. Ради Аллаха, не позволяй упрямству испортить ваши отношения. Ты знаешь, как я тебя уважаю. Окружающие наместника настраивают его против тебя. Так не давай им повода. Я знаю, что Салим изощряется, чтобы навредить мне. Не только он. Его поддерживают хадисоведы и ученые, с которыми ты не согласен. Если против тебя будут ученые и авторитетные люди, то кто останется с тобой? Со мной простой народ. Разве ты не видишь, что мои уроки в мечети Аль-Фустад не вмещают всех желающих присутствовать по милости Всевышнего Аллаха? Простой народ не принесет блага и не защитит от зла. Власть в руках правителей. Все во власти Всевышнего до и после. Клянусь Аллахом, нет божества, кроме Аллаха. Я не опущу свою голову, кроме как ради Аллаха. Я объявлю о своем этом мнении и эту фетву завтра в мечети Аль-Фустад. Что вы хотите сказать? Разве не знает правитель Египта о том, что происходит в мечети Аль-Фустад? Лайс Ибн Саад не прекращает собирать людей вокруг себя и предостерегает от арендования земель и следования тому, что ты повелел. Я приказал ему прекратить издавать эту фетву. Но он не прекращает говорить об этом на всех своих уроках, а люди слушают его и придерживаются того, что он говорит. Как? Лайс перестал повиноваться мне? В Египте теперь два правителя. Один во дворце правления, другой в мечети Аль-Фустад. Нет, нет. На самом деле, есть только один правитель. И это тот, кто сидит там, в мечети Аль-Фустад. Прекрати эти насмешки, Салин. Я всего лишь говорю то, что повторяют люди. Я не позволю Лайсу делать то, что ему заблагорассудится. Слушаюсь, мой господин. Приведи ко мне начальника охраны. Срочно. Я долго терпел его. Необходимо принять меры, чтобы остановить его. Слушаюсь, господин Малесник. Начальник охраны, я даю Лайсу последний шанс. Один месяц. Если он не прекратит упорствовать, я хочу, чтобы ты взял людей и пошел в его дом на рассвете. Я хочу, чтобы, когда он вернется после утренней молитвы, увидел свой дом в плачевном состоянии, чтобы вы не оставили от него камня на камне. Сколько вышло хадисов об отношении мусульманина к мусульманину? Три. Пиши четвертый. От Абдуллаха ибн Аура ибн Аль-Аса, от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал, «Мусульманин тот, от языка и руки которого спаслись мусульмане, а переселенец тот, кто оставил то, что запретил Аллах». Пиши пятый. От Ибн Умара, да будет Аллах доволен ими обоими. От посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал он, «Мусульманин, брат мусульманина, не притесняет его и не предает его». Аллах помогает тому, кто помогает своему брату. Аллах развеет печаль судного дня тому, кто развеет печаль мусульманина. того, кто прикроет мусульманина, Аллах прикроет в судный день. Как много мусульман, которые невнимательны к тому, что повелел посланник Аллаха, да будет над ним благословение и приветствие Аллаха. Люди, хасан, привержены поклонению и забывают об отношениях, но будут держать ответ за то и за другое. Когда ты вернешься в Йемен, скажи людям, что религия – это отношение между людьми. Клянусь Аллахом, я не знаю, когда вернусь. Хасан, ты сказал, что вернешься через несколько дней. Так я говорю уже два года, но отъезд откладывается. Египет притягивает тебя, и ты не можешь расстаться с ним. Твои знания привлекают на меня, Лайс. Я боюсь, что не найду больше нигде на земле подобные им. О, мужчина, ты взял из них достаточно. Клянусь Аллахом, если бы не ребенок и семья, я не расстался бы с тобой никогда. Да благословит тебя Аллах, хасан. В любом случае, ты, больше всех моих друзей, знаешь то, что у меня и в моей голове. Ты пишешь то, что слышишь, а они только слушают. А слушание не сравнится с написанием. Я хотел бы зайти тебе в голову, опустошить ее, написать все это на бумаге, а потом вернуться в свой город. А что останется в моей голове мне, после того, как ты все заберешь? Да простит тебя Аллах, хасан. Я не мог заснуть прошлой ночью, но почему, Шафии? Из-за слова из книги Аллаха, смысл которого я не знаю. Какое слово ты имеешь в виду? Всевышний Аллах говорит. Сура Аш-Шам. Да, имам. Что означает слово Дас-Саха? Ты знаешь арабский, ведь ты изучал его несколько лет. Мне не встречалось это слово до сих пор. И мне тоже. Но я вывел его значение из содержания аята. Слово Дас-Саха значит, кто обманул ее и совратил. Но достаточно ли извлечения смысла слова самостоятельно, имам? Я считаю, что мы должны знать смысл самого слова. Позволь мне, имам, уйти на некоторое время. И куда ты пойдешь? Поищу корень этого слова и его смысл. Если бы у меня были силы, я поступил бы так же. Где ты намереваешься искать? Я отправлюсь к палаткам Абу Хузайля в пустыню. Они лучше всех знают арабский. С благословения Аллаха. Одно лишь слово из книги Аллаха заслуживает того, чтобы мы, стремясь узнать его смысл, потратили на это всю свою жизнь. Понимание книги Аллаха не является легким делом. Разве не сказал, свят он и велик, мы непременно не спошлем тебе весомые слова? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Время и старания потеряны напрасно, но не потеряна твоя награда за поиски знаний. Что занимает меня, мама? Так это то, что слово упомянуто в книге Аллаха, который мы читаем каждый день, и никто не знает его смысл, даже обладатели красновечия среди арабов. Может быть, слово не арабское? Как это, мама? Аллах говорит в своей священной книге, воистину мы сделали его Кораном на арабском языке. Насколько я знаю, Шафи, некоторые слова из священного Корана не происходят от арабского и взяты из персидского или другого языка. Как может быть Коран на арабском языке в таком случае? Это определенные слова, которые впоследствии стали арабскими, после того, как их стали использовать арабы, и их Всевышний упомянул в своей священной книге. Ты права, мама, ты права. Ты должен поискать значение слова «дасага» среди тех, кто знает другие языки, кроме арабского. Это действительно выход. Но где я их найду, мама? Ты знаешь, кто может помочь тебе в этом деле? Имам Джафар Ас-Сиди. Он очень хорошо знал все языки, которые использовали в Джазире. Да будет милостив к нему Аллах, если бы он был жив. Что ты думаешь о том, чтобы поехать к одному из ближайших его учеников, к Сулейману Ибн Мукатиль? Может быть, у него ты найдешь то, что ищешь? Я пойду к нему и к другим, чтобы узнать то, что я хочу. К нам уже несколько дней, как не заходил Шефии. И я не видел его на уроке в мечети пророка. Может быть, он отправился за пределы Медины? Обычно он не уезжает, не предупредив меня. Может быть, он занят житийскими делами? Отправь раба в его дом, пусть спросит о нем. Фатима, завтра, в соизволение Аллаха, к нам придет дорогая гостья. Я прошу тебя, хорошо принять ее. Кто она, отец? Нафиса, дочь Мухаммада Аль-Хасана. Нафиса? Она из потомков пророка, да благословит его Аллах и приветствует, со стороны матери и отца. Этого достаточно, чтобы встретить ее радушно. Приходил ее отец и попросил у меня разрешения учиться ей у меня. Она будет сидеть с женщинами и слушать уроки. Как я рада, что она придет. Прекрасно, Укаш, прекрасно. Никто не описал вино, застолье с ним и его воздействие на пьющего, как это сделал ты. Я дам тебе пять тысяч дирхемов за эту прекрасную косыду. Да благословит тебя Аллах, правитель правоверных. Да благословит тебя Аллах. Куда ты идешь? Я еще не разрешал тебе уходить. Хочет ли мой господин послушать другую косыду? У меня есть стихи о доблести и стихи о «Мы еще не закончили слушать твою первую косыду про вино». Для меня достаточно того, что правитель правоверных повелел дать мне щедрый подарок. «Я дал тебе должное, не так ли?» «Да, о правитель правоверных. Осталось взять с тебя долг Аллаха». «Долг Аллаха?» «Да, ты прекрасно описал вино, застолье с вином и его воздействие на пьющего. Я описал это, как человек, выпивший его и бывавший на застольях с ним. И я должен наказать тебя, как человека, выпившего вино». «Но где доказательство, мой господин?» «Доказательство в твоих стихах. Ты описал его с тончайшими подробностями». «Хажим, приведи палача, пусть исполнит наказание». «Подожди». «Не послушает ли меня, мой господин? Разве я не имею право оправдания, прежде чем меня высекут?» «Имеешь?» «Скажи, что у тебя?» «Откуда может знать правитель правоверных Махди, то, что я описал вино, его воздействие и его застолье с тончайшими подробностями, если он сам не пил его и не бывает на застольях с вином?» «Уйди прочь, бессовестный! Убирайся прочь!» «Ты ускользнул от меня на этот раз, но не ускользнешь в следующий». «Якуб, какие новости о сражении в Риме? До тебя дошло что-нибудь? Гонцы не прибыли с земель сражениями». «Это запаздывание беспокоит меня». «Когда до тебя дойдут новости, сразу же сообщи мне об этом. В любое время и в любом месте. Конец шестой серии». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова